Насколько Израиль зависима от Соединенных Штатов в Америке? Хамас будет добиваться уничтожения государства Израиля. Они зашли в Филадельфийский коридор и обнаружили там сразу 20 туннелей, по которым из Египта в Фатах таскают оружие и боеприпасы. Неданяху готов нести связанные с этим риски. Примерно два года назад Хамас начал готовиться к этой атаке. Приход Трампа к власти не был бы для него все-таки помощью и поддержкой. Я сам видел трехлетнего пацана, который играл с автоматом. Вот они с этим растут. У Израиля на территории сектора газа очень много осведомителей. Он хочет какую-то новую войну развязать? Внутри Израиля опять растет оппозиционное движение против Неданяху. В историю Неданяху войдет как преступник или как герой? Дорогие зрители канала ФРТАК Медиа, рад вас приветствовать в нашей студии, где сегодняшний гость, старший преподаватель школы востоковедения, высшей школы экономики Андрей Владимирович Зелтень продолжит свой рассказ о Бениамине Метаньяху, великом лидере Израиля или великом преступнике. А мой первый вопрос, Андрей Владимирович. Недавно состоялся приговор Дональду Трампу, большому другу Биби. Это сильный удар по позиции Метаньяху и его команды? Или пройдет незаметно? Я думаю, что приговор Трампу никакого отношения к Метаньяху и его команде не имеет. Так же, как он, в общем-то, и почти не имеет никакого отношения к процессу выборов в Соединенных Штатах. Трамп-то после приговора набрал еще голосов, потому что его избиратели относятся к этому так, наших бьют. И второй вариант, а за что судят-то? Что, 130 тысяч долларов заплатил? Ну и что? Ну заплатил. Мы его не за это любим. Поэтому для Метаньяху это ничего, никаких последствий это не несет. То есть он ждет его возвращения на Капитолийский холм? Ну, может быть, он и ждет его возвращения на Капитолийский холм, но понятно, что любые ожидания, связанные с результатами голосования в Соединенных Штатах, они бессмысленны. Потому что, когда будут голосовать выборщики, там непонятно, пока сегодня непонятно, кто победит. Я думаю, что для Метаньяху, в общем, большую роль не играет. Вернется Трамп в большую политику или останется Джо Байден. Потому что, в принципе, отношение Соединенных Штатов к Израилю особо не меняется с приходом или уходом президентов. Был один только Обама, который что-то такое пытался сделать. Но у меня есть ощущение, что якобы, я повторюсь, якобы антиизраильская позиция Обамы – это преувеличенное мнение. Обам не был антиизраильский настроен. Обам просто отрабатывал премию мира, которую ему вручили еще до того, как он что-либо сделал для этого самого мира. Через пару месяцев после его избрания президента. Для этого самого мира. Вот он пытался доказать окружающему, самому себе, наверное, скорее всего, что он действительно миротворец. Но, тем не менее, Трамп, он публично очень произраильский политик. Именно он перенес посольство из-за Тель-Авива в Иерусалим. Мы знаем, что его дочка прошла ги-юр, и она замужем за ортодоксальным евреем. Он всегда всячески поддерживает Израиль во всех его действиях, акциях и решениях. Байден, в основном, еще публично занимает более осторожную позицию. Соответственно, вот сейчас, в те времена, когда Израиль испытывает глобальное международное политическое давление, приход Трампа к власти, не было бы для него все-таки помощью и поддержкой? Ну, возможно, какое-то послабление было бы, но я хочу сказать, что на самом деле со стороны Соединенных Штатов никакого давления особо на Израиль-то нет. Это первое. Второе. Достижение Трампа, я имею в виду подписание соглашения Авраама и перенос посольства в Иерусалим, ну, может быть, это не совсем Трампа достижение, потому что у меня есть ощущение, что соглашения Авраама на самом деле были спланированы в Абудабе. Эта история как бы носит все отличительные черты политических замыслов Мухаммеда Бензайда. А Трамп просто поднял флаг и использовал влияние Соединенных Штатов для того, чтобы продавить эту историю. Но я не видел, чтобы Байден дезавуировал что-либо, сделанное Трампом в отношении Израиля. Ну, например, вернул посольство американцев из Иерусалима обратно в Тель-Авив. Он же этого не сделал, правильно? Это означает, что, в принципе, политика Соединенных Штатов в отношении Израиля практически не меняется, независимо от того, кто находится в президентском кресле. Меняются, возможно, эмоциональные детали, но политическая реальность остается той же самой, что и была всегда. А тогда вообще насколько Израиль зависим от Соединенных Штатов Америки? Финансово зависим. Зависим от лоббистских усилий. Зависим от права вета, которое имеют Соединенные Штаты в Совете Безопасности. И все. Потому что... Ну, в военном плане зависим, потому что американцы поставляют в конфликтной ситуации боеприпасы, какую-то боевую технику. Давайте не забывать, что Израиль этот боеприпас и боевую технику покупает. Ну, то есть на деньги, которые поступают военные, как в виде военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Но, тем не менее, все равно это покупка, это не дар безвозмездный Израилю. А в остальном никак не зависит. Израиль всегда проводил независимую политику, начиная с Бен-Гуриона. Это началось с того момента, как Бен-Гурион, никого не предупредив, в том числе и своих двух спонсоров, Советский Союз и Соединенные Штаты, и взял и неожиданно для всех в одностороннем порядке объявил создание государства Израиля. В мае 48-го года, да? Ну, конечно. С тех пор Израиль, в общем, принимает свои решения самостоятельно. Интересно, получается, вот вы сказали, финансово Израиль от США зависим, внешнеполитически зависим в том плане, что нужна поддержка в совбезе ООН, в военном плане он зависим, но проводит независимую политику как хочет. То есть, может, это США от Израиля зависит? То есть, они его содержат в военном плане, в дипломатическом, в финансовом, но позволяют проводить свою политику во внешних делах. Я бы сформулировал это немножко по-другому. Во-первых, они его не содержат. То, что американцы обеспечивают или ежегодно предоставляют Израилю финансовую помощь, не помню сейчас, какая сумма, там, по-моему, около 5 миллиардов раньше было, сейчас не знаю, и военную помощь, военную поддержку и политическую, это не значит, что Израиль является несамостоятельным государством. Бюджет Израиль формирует сам. Ну, у Израиля одна из лучших в мире промышленностей хай-тека, то есть, это и IT, и железо, и так далее. Они сами производят свои собственные танки Меркава, которые ничуть не хуже американских, а может, и лучше в определенных условиях. Поэтому Израиль не с протянутой рукой ходит в Соединенные Штаты. Поддержка американцами Израиля – это часть, как бы, договоренностей, так можно посмотреть с этой стороны, это часть договоренностей, которая позволяет Соединенным Штатам рассчитывать на Израиль, как на своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке. Поэтому в этом плане, конечно, Соединенные Штаты зависят от Израиля в формате своей политики в этом регионе. А вот непонятно, все-таки у США там есть союзник в виде Египта, Саудовской Аравии, и Ордания тоже настроена проамериканский. Тогда Израиль – это еще один союзник, или это какой-то особенный союзник? Особенный союзник. Когда вы говорите «Египет – союзник», и Ордания проамериканский настроена, ну, давайте еще вспомним Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты. Это все не совсем так. Это не столько союзники, сколько клиентские государства. И союзниками там являются политические элиты в этих странах, у которых есть свои интересы, и которые интересы преследуют. Подавляющее большинство населения, перечисленных вами стран, настроены, в общем-то, но если не резко антиамериканские, то не очень любят Соединенные Штаты Америки, как вообще повелось испокон века на Арабском Востоке. Это называется «Кого мы здесь не любим? Да, американцев мы здесь не любим». А в Израиле нет. В Израиле вся страна настроена, в общем, достаточно союзнически к Соединенным Штатам, и это совсем другая история. И потом, несмотря на различные завихрения, которые были в политике Израиля за короткое время его существования, все-таки Израиль – это демократическое по западным меркам государство. Это единственное демократическое государство с точки зрения западной демократии на Ближнем Востоке. Это тоже дорогого стоит для Соединенных Штатов. Скажите, а вот Авраамовы соглашения – это заслуга Нетаньяху? Ну, в определенной степени, наверное, да. Да, если считать, что соглашение Авраамовы – это заслуга всех участников, в том числе и тех, кто их подписал. Ну, потому что подписанты могли в последний момент сказать, давайте, нет, мы не будем, потому что нам надо еще, например, что-нибудь. Но и подписанты, и организаторы, и носители идеи соглашения, они все, конечно, им всем можно поставить это в заслугу. И, конечно, Нетаньяху в первую очередь. Но я бы вопрос не так поставил, я бы сказал так, что соглашение Авраама – это очень большая, блестящая, издалека видная медаль на грудь Нетаньяху, как израильского политика, израильского главного государства. Вот это, скорее, будет правильнее, потому что соглашение Авраама – это первый реальный, осязаемый, сильно осязаемый шаг для обеспечения безопасности Израиля в общем, в исторически, религиозно-враждебном окружении. А за этими соглашениями стоит больше экономики или вот именно безопасности? Больше, конечно, безопасности. Для Израиля это 100% безопасность. Для стран-подписантов арабских эта и безопасность имеется в виду антииранская. Дружить будем против Ирана. Это примерно так можно сформулировать. Но и экономическое тоже, потому что Израиль все-таки давно является источником высоких технологий, которыми пользуются, в частности, Объединенные Арабские Эмираты. Да и Саудовская Аравия грешит этой историей и все остальные. И в рамках соглашения Авраама это как бы фиксируется, получает легитимизацию в лице самого Нарочного. Соглашение Авраама подписал Бахрин, если не ошибаюсь, Объединенные Арабские Эмираты. Судан. Судан. Кто еще? Марокко. И Марокко. Саудиты не успели подписать? Саудиты не успели, они не планировали подписать. У Саудской Аравии там сложнее ситуация. Они всегда исторически являлись спонсором, одним из основных спонсоров палестинского движения сопротивления. И для них расплывчатая формулировка соглашения Авраама о соблюдении в дальнейшем, в будущем интересов палестинцев видно была неприемлема. Но в последние годы, последние пару лет мы увидели совершенно такие очень четкие и ясные признаки того, что саудовцы начали потихонечку идти по пути нормализации отношений с Израилем. Будут ли они их нормализовывать в рамках уже подписанных системы соглашения Авраама или это будет что-то новое? Я здесь не могу сказать, они будут решать вместе с Израилем. А так да. Ну поскольку мы о них заговорили, могли бы тогда подробнее сказать, в чем уникальность этих соглашений? Вы знаете, про уникальность этих соглашений очень много говорил Трамп. Ну потому что он являлся гарантом подписания этих соглашений. Я, честно говоря, особой уникальности в них не вижу. Может быть, уникальность в цифрах, то есть в количестве участников, подписавших и в характеристиках этих государств. Дело в том, что сепаратные мировые соглашения Израиль уже подписал давно до этого, задолго до этого, с Египтом и с Иорданией. И соглашение Авраама, это как бы, естественно, продолжение этого процесса. Просто понадобилось пару-тройк десятилетий для того, чтобы переходить... Но они отличаются от тех соглашений, которые Израиль подписал как раз с Египтом, с Иорданией? Ну, с точки зрения юридической, они очевидно отличаются, потому что разные люди формулировали, и на разных основаниях это было сделано. С Египтом было основание, это мир в обмен на землю, то есть возврат Синайского полуострова с Иорданией. В основном основной принцип был это обеспечение существования западного берега реки Иордан, там коммуникация, мост короля, который соединяет и так далее. Здесь, конечно, это более региональный характер, потому что с подписанием соглашения Авраама можно было уже сказать, что характер существования Израиля в рамках региона резко изменился. И, наверное, будет меняться дальше. Эти соглашения оказались живучими, потому что даже нынешний конфликт, он не подвиг ни одного из участников арабов их разорвать. То есть они остаются в рамках этих соглашений и не собираются их менять. Наверное, в этом есть основная разница, то есть некая, скажем, региональность этих соглашений, которые объединили целый ряд государств арабских. При том, обратите внимание, на разных совершенно географических позициях. То есть Бахрейн, Эмираты на востоке, Судан вроде как на юго-западе и на западе Марокко. То есть Израиль практически подписал соглашение об установлении дипотношений почти со всем Ближним Востоком. То есть он это все дело перекрыло. Я не раз слышал за последние 3-4 месяца мнение некоторых специалистов, что если бы не вот этот конфликт, который возник в октябре прошлого года и продолжается до сих пор, то, скорее всего, Израиль уже подписал бы эти соглашения еще с несколькими другими странами. Но что есть, то есть. А как раз вы, ввиду того, что Израиль смог совершить такой прорыв на внешнеполитическом поле, как вы относитесь к той точке зрения, что и сама атака 7 октября, это была попытка неких сил сорвать дальнейшее продвижение так называемых Аврамовых соглашений? Ну, я как отношусь к этой идее? Эта идея моя, на самом деле. Я, наверное, был первый, кто стал ее публично озвучивать еще в октябре прошлого года. Ну, не один, конечно, я, но я был в компании, значит, таких же безумцев, которые об этом стали говорить. Тогда подробнее расскажите, что за третьи силы и как вам так получилось? Насчет, что за третьи силы, тут я вас разочарую, потому что мы до сих пор ищем с увеличительным стеклом эти третьи силы. Найти пока не можем. Можем предположить, кто это такие, но предположение лучше не выносить в публичное пространство. Но зато есть другие признаки. Мне кажется, что это больше связано не с предыдущими подписанными соглашениями, а мне больше это, кажется, связано с позицией Саудовской Аравии, с позицией Мухаммеда бен Салмана, которого все любовно называют МБС, и Королевского дома Сауда. Сближение, более-менее наблюдаемое, скажем, на поверхности, или соображение о том, что пора бы сблизиться с Израилем, они появились примерно два года назад. И примерно два года назад, судя по заявлениям политического руководства Хамаса, Хамас начал готовиться к этой атаке. Это первое. Ну, то есть, как бы чудес на свете не бывает, это саудовцы два года назад стали рассматривать и вести разговоры, кстати, через администрацию Соединенных Штатов как посредника, кстати, да, через них, о вероятности сближения с Израилем, и Хамас начал готовиться к этой атаке. Это первое. Второе. Буквально за пару-тройку месяцев до этой атаки на форуме «Двадцатки» в Дели Мухаммед Бен Салман с удовольствием объявил о том, что принято решение о строительстве логистического коридора транспортного в Дели, Саудовская Аравия, Израиль, Европа. Ага, да-да. Это мало того, что это альтернативный маршрут для всего того, что было раньше, и достаточно мощный проект. Это еще и проект, который де-факто фиксировал позиции Израиля как одной из центральных стран Ближнего Востока, с которой надо дружить. И это все-таки откуда-то вышло из уст Мухаммеда Бен Салмана, а не какого-то другого человека. И сразу после атаки 7 октября появились мнения о том, что на самом деле эта атака была настроена прежде всего на то, чтобы сорвать этот проект. Я не думаю, что она была настроена вот именно против этого проекта. Я думаю, что исполнение этой атаки было... То есть Хамас подтолкнули вот эти действия по созданию этого логистического коридора к этой атаке. Всегда все завязано на деньги. Ну, хорошо. И здесь завязано на деньги, здесь завязано на политическое положение Израиля и завязано еще на том, что палестинская проблема стала медленно, но верно уходить на десятый план. Она-то начала уходить на десятый план намного раньше, еще в начале 2000-х, когда стало понятно, что политический ритм арабских стран уже хотели бы как-нибудь от этой проблемы... Ну, решите ее как-нибудь. Ну, сделайте что-нибудь, чтобы ее больше не было. Никто ничего не делал. Конечно, всегда есть оппозиционные силы, всегда есть оппортунистические силы, которые хотели бы, чтобы эта проблема осталась всегда на плаву. Поэтому мне кажется, что Хамас, преследуя свои собственные исламические интересы... Ну, потому что Хамас не про арабское государство в Палестине, он про исламское государство в Палестине. Это несколько разная конструкция. Был использован для того, чтобы палестинскую проблему опять поднять на авансцену. Вот примерно так все и происходило. Наверное. Получается, по вашей версии, Хамас живет именно с войны. Это не моя версия. Это версия Хамаса. Хамас, как организация, была организована братьями-мусульманами в Палестине. Братья-мусульмане – это международная исламистская организация, которая признана террористической во многих странах мира, в том числе и в России. У Хамаса есть хартия, которую Хамас подписал в момент своего образования. В этой хартии записано, кто такой Хамас, чего они хотят, к чему стремятся и как они это будут достигать. Так вот, в Хамасе написано, там в хартии написано, что Хамас будет добиваться уничтожения государства Израиль и построения на всей территории Палестины исламского государства. Не арабского государства Палестины, светского, к чему призывает вся мировая прогрессивная общественность в соответствии с резолюцией 181 Генассаблеи ООН, которую, кстати, не подписали Лигу Арабских государств. Поэтому о чем мы говорим? А Хамас, он про исламское государство и про уничтожение Израиль. У него это написано в хартии. Не надо слушать, чего говорит переживающий за свое будущее Хания, который сидит в Катаре и пользуетесь своими четырьмя миллиардами денег состояния, которые он заработал непосильным трудом. А надо читать политические документы. Там все написано. Там вот то, что написано, то и есть. И с момента образования они не менялись? Нет, они, конечно, не менялись абсолютно. А вот на этот вопрос возникает. Ведь Палестина, эта территория гораздо больше, чем просто Израиль и западный берег реки Ордан. Это еще и Ордания. Нет, Палестина – это не Ордания. Палестин, географическая область Палестины, она как раз укладывается в то, что сейчас называется Израиль, сектор газа и западный берег реки Ордана. А как вот британская мандат на Палестина? Разве Ордания не встречалась? Нет, конечно, нет. Британия, Иордания была транс-Иордания, территория которой в том числе и распространялась на западный берег реки Ордан. То есть до 1967 года западный берег реки Ордан это была Иордания. Реально Иордания. И жители этой местности имели у себя в кармане иорданские паспорта. Ну, чтобы так понятно было, как исторически все это складывалось. Сейчас традиционно стало так, что все называют государство Палестина. При этом они имеют в виду, конечно, арабское государство Палестина, но сам термин государство Палестина нас вводит в некое замешательство. Государство Палестина – это что? Государство, которое всю Палестину имеет в своих границах. Это что такое за государство? Ну, то есть здесь есть некоторая путаница в терминологиях, против которой, кстати, израильтяне возражают. Они говорят, ну, пожалуйста, Палестин, но мы-то Израиль. Ну, как бы. Опять приходим к вопросу о том, если западный берег был частью Транс-Иордании, тогда почему бы ему снова не стать частью Иордании? Хороший вопрос. Да иорданцы не хотят. Раньше хотели, даже воевали с Израилем. Но тогда это была их территория. После того, как Израиль у них отнял территорию в 67-м году, они вдруг неожиданно проснулись и поняли, что им вообще это не нужно, потому что там живут такие скандальные ребята, которые хотят постоянно с кем-то воевать за свои права. У Иорданского королевства очень неприятная история с палестинским движением сопротивления. Они в свои первые годы существования ФАТХ имел базы на территории Иордании. Они вели себя там безобразно, абсолютно не соблюдая законы, и иорданцы тогда на них напали, достаточно много уничтожили и выдавили из своей стороны. Они не хотят больше иметь на своей территории и отвечать за какое-то движение сопротивления, которое связано с Палестиной. Дело в том, что вот эта вот идея вернуть обратно территорию, до 67-го года сектор газа был египетский, это была территория Египта, а западный берег территория Иордания. И, конечно, вот последние несколько месяцев разные варианты озвучиваются в политическом пространстве, в том числе Израиле. А давайте вернем это обратно по принадлежности. Пусть газу возьмет Египет, а западный берег Иордания. Но Иордания с Египтом сказали, ээээ, это красная линия, это мы не будем. Мы не будем брать обратно эти территории, потому что, ну, они не говорят почему, но это понятно, потому что территория очень проблемная, и никто не хочет эти проблемы брать на себя. Ну, а какие проблемы? То есть, понятно, что сейчас там правит Хамаса в Газе, в Хатха, на западном берегу реки Иордан. Но, знаете, вот такая аналогия напрашивала, сейчас ее озвучу, а вы прокомментируете, насколько она вообще корректная. Мы все помним, как в 90-е годы на Северном Кавказе полыхала война в Чечне, и в Российском обществе царило такое настроение, что давайте мы закидаем их какими-нибудь очень мощными бомбами, закатаем в асфальт, потому что чеченцы это вот народ убийц, и там ничего хорошего из них никогда не получится. И вот приходит Путин к власти, и он нашел все-таки варианты урегулировать отношения с руководителями чеченского народа, и сейчас это процветающий регион, а те чеченцы, которые хотят воевать, они в составе Росгвардии либо Вооруженные силы Российской Федерации находят себе применение. И вот возникает резонное ощущение, что этот стереотип, сформировавшийся в отношении палестинцев, он тоже может быть сломлен путем политического урегулирования? Не знаю, может быть найдется кто-то, который это сломает, но это не стереотип, в этом вся проблема. Дело в том, что на территории западного берега реки Ордан, сектора Газы, из поколения в поколение воспитывались молодые люди, которые вместо игрушек там, мага-лега, в смысле вместо игрушки лего, разбирали, собирали автомат. Ну, я сам видел трехлетнего пацана, который играл с автоматом. Вот они с этим растут. Их много таких, они все такие. И это связано не с тем, что палестинцы такие воинственные, ничего подобного. Это связано с тем, что несколько поколений подряд выросли в состоянии постоянной конфронтации, постоянной борьбы, постоянной вооруженной борьбы с неким противником. Этим противником является Израиль. С детства им говорят о том, что вот это враг, его надо убить. И это все знают. Арабы это знают все лучше нас. Они это видят лучше, чем видим мы. И лучше, чем это видит Европа. И поэтому именно арабы сегодня в этом конфликте не участвуют. Арабские государства, они не хотят участвовать. Они хотят ввязываться туда. Потому что много объяснений может быть. Одно из них, что они не хотят воевать, но есть и другое объяснение, что они хотели бы, чтобы эта проблема наконец в конце концов куда-нибудь ушла. Пусть кто-нибудь другой разберется с этими проблемными ребятами, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Но уж точно мы не будем инкорпорировать их в свои границы, чтобы потом не иметь дела с ними. Я вас слушаю, просто понимаю, что все хотят об этой проблеме просто забыть, и чтобы она сама себя как-то решила. На Ближнем Востоке все хотят, чтобы это было. А что говорит министр Неданьяков? А внешний мир он не хочет, чтобы их забыли. Потому что для внешнего мира проблема продолжается, и внешний мир считает, что чем больше будет демонстраций по поводу создания арабского государства в Палестине, тем быстрее оно будет создано. Дело в том, что проблема заключается в том, что дальше демонстрации никто не хочет ничего делать. Ведь там, в принципе, если бы засучили рукава и применили совокупные бюджеты стран, призывающих, я имею в виду Западную Европу, Соединенные Штаты, призывающих к формированию второго государства, я думаю, что у них что-нибудь получилось бы. Но это же никто не делает. А все занимаются только политическими заявлениями. Палестинцы это тоже видят. А они же не дураки, они тоже понимают, что, в принципе, дальше политических деклараций ничего не идет. А деньги поступают из Израиля. Потому что ПА, палестинская администрация, живет на деньги Минфина Израиля. Но это не израильские деньги, это деньги, которые присылают спонсоры. Ну, как сказать, что значит, деньги присылают спонсоры, но это деньги-то распределяет Минфин Израиль. Он оператор. И не больше, ничего подобного. И не только оператор из своих налогов. Он смотрит сейчас налоговые выплаты, постоянно задерживает Врамалу, говорит о том, что, а что они там, он же министр финансов сейчас, а что они там выступают против нас, не дадим денег, но ему, значит, периодически заставляют его все-таки эти переводы делать. Это не только спонсоры. Хамас получал деньги непосредственно из бюджета Израиля, потому что политика была То есть это деньги израильских налогоплательщиков? Конечно. В том числе и. Так это важно, то есть сколько там денег именно самого Израиля, а сколько пришло из внешнего мира, и он просто оператор. А мы не знаем, сколько пришло. Мы знаем, что Катар какие-то деньги передает и мы больше не знаем ни одного спонсора, потому что спонсоры, которые деньги, кроме Катара, которые деньги какие-то там платят, они держатся в тени. Я не видел ни одной статистики о том, сколько, но зато я видел реальную статистику о том, какие деньги Израиль из своего бюджета, не важно, как они поступили в Израиль, из своего бюджета выплачивает туда, ну, по крайней мере, например, на содержание палестинской полиции. Там и палестинские организации как там безопасности. Ну, это важно, потому что понятно, что Палестина не является журнопризнанным субъектом, поэтому часть денег, я думаю, очевидно, приходит через Израиль. Но это тем не менее, это не деньги израильских новоплательщиков, это не израильские деньги, поэтому нельзя говорить, что Израиль деньги отнял там от себя и отдал их арабам. А почему нельзя говорить? Ну, потому что они пришли в Израиль под условием, что он их дальше арабам передаст, иначе бы они не были получены Израилю. Я такой статистики не видел. Я, например, знаю, что Катар переводил деньги Хамасу, там прямые переводы были, но с разрешения Израиля. И там было понятно, что вот эти деньги Катар передает, а вот эти деньги Израиль передает там, по-моему, то ли 2, то ли 4 миллиарда Шекерей. А Израиль сам не публикует данные о том, что вот, например, из этих денег часть это наша, а израильские деньги нами заработанные, которыми мы пожертвовали арабам. А эти деньги пришли от международных спонсоров. Есть статистика, наверняка, которая раскрывает траты Израиля на западном берегу и траты Израиля в секторе газы. Есть статистика, которая показывает, сколько денег, например, Катар перевел, ежегодно переводил Хамас. Есть статистика, которая показывает, какие отчисления Израиль делал в там, на зарплату сил безопасности в Ромале палестинской администрации и полиции. Есть статистика, какие материальные ресурсы Израиль, в основном, кстати, они поставляли в сектор газа. Там вода, продовольствие и так далее. Другой статистики я не видел. Она, может быть, где-то есть, но, скорее всего, она закрыта. Я просто не видел, а раз не видел, не могу об этом говорить. А можете пояснить, почему именно Катар выступает одним из главных спонсоров Хамаса, и более того, в Катаре находится штаб-квартира руководства Хамаса? Ну, они там живут, у них там квартира. Я не знаю, штаб-квартира у них. Например, Синвар утверждает, он сидит в Газе, утверждает, что штаб-квартира Хамаса находится в Газе, где сидит Синвар. Политбюро все сидит в Катаре. Но у них там жилье, они там живут. Это в целях безопасности, правильно, чтобы их израильтяне не убили просто? Ну, возможно, что в целях безопасности, но я думаю, что, исходя из того, что там просто хорошее жилье, в общем, обстановка более-менее подходящая. То есть израиль жизни ничего не угрожал, правильно? Я думаю, нет. Что-то я... Вы уверены? Что-то я не понимаю. Израиль славится тем, что любит достать своих противников в самый непосредственный момент. Я думаю так. Я думаю, что если бы Израиль хотел ликвидировать Ханию в Катаре, он бы это сделал. А так, Израиль с ним встречается на переговорах. Больше того, там же Моссад ведет переговоры. Моссад, тот самый Моссад, который якобы славится. Почему именно Катар? Почему не Саудиты? Почему не Арабские Эмираты? В Катаре удобно, очевидно. Это первое. Второе. Катар всегда снисходительно относился с пиететом к исламистским организациям не только к Хамасу, но и к разным другим, например, которые действовали против правительства Асада в Сирии. И все наслеживало Катар. Так, ну хорошо. Вот мы поняли, почему арабские соседи Израиля и Сектора Газа и Западного Берега хотят об этой проблеме забыть. Вы поняли, почему некие, неустановленные пока еще вами третьи силы пытаются на борт эту проблему разжечь. А что по этому поводу говорит мистер Биби? Нетаньяху? Да. Нетаньяху верят в себе. Что я в Нетаньяху? Нетаньяху с самого начала своей политической карьеры всегда выступал однозначно против создания арабского государства на территории Палестины. При этом он не говорил о том, что не будет никогда. Нетаньяху всегда формулировал так. И еще не время говорил Нетаньяху. И еще не время говорил Нетаньяху. И еще не время продолжает говорить Нетаньяху. Сегодня, после трагедии 7 октября прошлого года, Нетаньяху говорит о том, что впервые начал однозначно говорить не будет, потому что это не создание государства, а это создание угрозы постоянной безопасности Израиля, мы на это не пойдем. Так что его позиция пока не время прекратилась, теперь он выступает однозначно против. Что он предлагает замену государства? А ничего, в этом проблема. Меня часто задают вопрос в последнее время, когда все это закончится в секторе газа, когда война закончится, когда закончатся бомбежки и так далее. У меня есть только один ответ. Все будет продолжаться до тех пор, пока политическое руководство Израиля не сформулирует, от чего оно хочет, чтобы было в конце. Пока я не видел реального понимания, от чего же мы хотим. Вот я сейчас ставлю на месте правительства Израиля, нынешнего правого, сильно правого. О чем мы хотим? Там постоянно возникают какие-то новые идеи. То там Израиль будет контролировать, то, значит, там будет новая администрация, которая будет сформирована из местных палестинских лидеров мнений, но не хамасовцев. Возникает вопрос, где они таких собрались брать. В общем, всяко разно. Пока непонятно, что мы хотим дальше. Поэтому это все будет продолжаться. Может быть, они у нас научатся? Потому что, еще раз повторюсь, за 90-е годы Чечня радикализировалась очень сильно. Там был, по сути, установлен террористический режим. И, собственно говоря, когда закончилась горячая стадия борьбы с терроризмом, мы же все помним, там были созданы сперва гражданские институты власти, но долгие годы находились вооруженные силы. И, по-моему, они ушли оттуда уже в конце нулевых годов только. Чем вариант для сектора газа? Ну, в какой-то степени, наверное, об этом идет речь, когда муссируется вариант передать власть в газе гражданскому управлению, администрации, которая будет сформирована из нехамасовцев, живущих на палестинцах, живущих на этой территории. Очевидно, речь идет об этом. Идеи появлялись отдать обратно газу в управление Фатху. Но что-то Фатх сначала обумазен, то есть говорил, что да, и было явно, он очень хотел это сделать, а потом что-то сменил. Не хотят они брать, он не хочет брать в управление. Тоже непонятно. Да и израильтяне, по-моему, тоже не очень впечатлены этой идеей передать в газе управление Фатху. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они будут пытаться как раз вот сформировать из местных новую администрацию. Но когда это произойдет, это совершенно непонятно. Потому что до сих пор вооруженное сопротивление Хамас не погашено. Оно продолжается. Поэтому когда это будет, я не знаю. Можно предположить, что вооруженное сопротивление Хамаса будет продолжаться еще долгие годы. И что все эти долгие годы как будет газа существовать? Ведь необходимо создать систему ее обеспечения, восстановить здание, разрушенное в ходе боевых действий, наладить поставку гуманитарной помощи. То есть опять делать все то, что было уже сделано и разрушено после 7 октября. Ну то есть да, все тоже только вид сбоку. Во-первых, я думаю, что этот вопрос извне не решится. То есть ни американцы, ни европейцы, ни Россия, ни Китай, никто не сможет решить вопрос того, что там происходит сейчас. Это могут решить только региональные политические элиты. пока я не вижу особого желания этих самых региональных элит туда вмешиваться. Но мне кажется, вот есть у меня такое ощущение, что в конце концов все придут к единому мнению, что надо собраться все вместе, да, и, наконец, там что-нибудь сделать. Вот тогда, вероятно, появится возможность... Собраться это кто? Ну, прежде всего, те, у кого есть деньги. Это саудовцы, саудовцы, эмиратцы, Кувейт, в определенной степени Аман. Соседние страны, соседи, это прежде всего Иордания и Египет. Хотя они всеми руками и ногами отмахиваются от этой незавидной роли, но я думаю, им не избежать участия в решении этой проблемы. Ну, потому что Израиль как мне кажется, не пойдет ни на какое регулирование с Фатхом или с Хамасом и ни на какое создание ни на какого государства, пока он не получит достаточно внятных и понятных Израилю гарантий со стороны региональных игроков. Вот, я думаю, так. Смотрите, вот есть понятие гарантии официальных игроков это государство. Ну, понятно, как я вот вас слышу, само население западного берега реки Иордан, там, где правит Фатх, и сектор Газа, где правит Хамас, будут представлять угрозу для Израиля и для граждан, для жителей Израиля до тех пор, пока у них в мозгах что-то не поменяется. А поменяться можно только под влиянием изменения среды обитания. Конечно. Конечно. Это должна быть работа, это должен быть доход, это должно быть... Это вид интереса должна быть. Должны быть интересы молодежи, чтобы молодежь... Чтобы был не автомат, а именно все-таки лего в руках. Да, пошла бы там в игровые автоматы играть какие-нибудь... Но это же можно сделать? Ну, конечно, можно, но для этого требуются большие инвестиции, а деньги самим нужны, и поэтому к инвестициям как-то все относятся достаточно сдержанно. Я, по крайней мере, еще ни разу за свои 50 с лишним лет на Ближнем Востоке не видел ни одного момента, чтобы даже Лига Арабских государств как организация вдруг скинулась одновременно все на какое-то благое дело. Они, как правило, все увиливают от этого. Ну, сейчас ситуация немножко другая, может быть, и произойдет. Нет, но если Мухаммед бен Салман хочет построить свой огромный логистический коридор из Индии в Средиземное море, то в трах этого бюджета нужно выделить какой-то процент на благоустройство сектора газа. Ну, во-первых, бюджета еще этого коридора нет, это первое. Второе, Мухаммед бен Салман, не будучи дураком, не хочет, чтобы чисто саудовские деньги там работали, а хотелось бы, чтобы работали деньги всех, кто заинтересован в этом. Интересантов полно, а их надо собрать. А потом надо еще Израиль убедить, с ним договориться, показать реально, что вот да, это вот такой-то план, он в конце концов приведет к обеспечению безопасности. А вот учитывая, что Израиль, вот вы сказали... А еще нет формулы, в которой будет существовать это образование. Формулы-то отсутствуют, потому что резолюция 181 Генассамблеи ООН от 47-го года, и это, простите меня, не формула, потому что ее не подписала Лига Арабских государств. Ну, то есть основные участники процесса. Значит, должно быть что-то другое. Другого никто не придумал. А в Израиле должно что-то поменяться, чтобы он пошел хоть на какие-то соглашения? Да, конечно. В Израиле должно поменяться тенденция правения. То есть в Израиле должно произойти чудо, и куда-то должны уйти крайне правые политики, которые сидят в правительстве Израиля. это чудо, потому что я пока не вижу, как это может произойти, потому что в самом Израиле, население Израиля вот правеет уже второй десяток лет достаточно заметно. Вы как раз об этом говорили в прошлой передаче, что это тренд, и его не остановить. Это тренд. Ну, остановить, наверное, можно. Все в этой жизни относительно, да? И, наверное, остановить можно. Потому что тренд отправения, он в основном на что опирается? На что опираются правые? Правые выходят на улицу и говорят, послушайте, смотрите, там угроза, здесь угроза, тут угроза, нам никто не помогает, и нам никто не помогает. Мы сами только можем себя защитить. А для того, чтобы защитить, надо, ага, тихо и сапо, здесь буфер поставить, здесь буфер поставить, тут поселение. Это мы все, мы когда поселение, значит, черепашьим методом устанавливаем на Западном берегу, это мы отодвигаем угрозу. Мы отодвигаем ее от наших реальных границ. Вот когда этому же населению кто-то придет и скажет, смотрите, а есть другой вариант, вот такой вариант, да, и вот у нас есть гарантии оттуда и отсюда и так далее, и это наша региональная забота, и это будет гарантия для Израиля, тогда, возможно, правые начнут терять свои позиции. Но это очень сложный вопрос. Я даже не представляю себе, как и когда это может произойти. Хорошо, мне даже интересно, Израиль проявит, тенденция непереломима, то есть она не изменится, соответственно, никаких сделок с арабами, никаких сделок с Хамасом, с Фатхом, вообще ни с кем, победа до победы, и все, должна быть победа. И что тогда? Нет, ну, во-первых, никаких сделок с арабами сказать нельзя, у нас есть соглашение Авраама, которое подписано, это сделка, и даже Нетаньяху, который, что называется, занимал всегда резко правую позицию, он собственноручно дважды подписывал сделки с арабами различного характера, поэтому насчет сделок с арабами я не стал бы так отмахиваться, они вполне возможны и даже допустимы, и, в общем-то, может быть и желательно. Ну, потому что Нетаньях уже реалист, он, помимо того, что он правый политик, он, конечно, реалист, при том, опытный реалист, он давно, он 15 с лишним лет у власти, а другой вопрос, что населению, помимо сделок с арабами, надо показать что-то осязаемое, вот то осязаемое, которое им показывает Бенгвир и Смотович, да, правизна в правительстве, они показывают, смотрите, вон там террорист бегает, вот здесь террорист бегает, тут произошел теракт, здесь еще, а вот мы вам как раз обеспечиваем безопасность, мы этих террористов сдвигаем подальше от нас, чтобы они не бегали по улицу. Ну, мне кажется, позиция Смотовича, и Бенгвир, это, у человека голова болит, отрубить голову, да, нога заболела, ногу отрубить. Это тоже позиция, на самом деле. Да, но она же тупиковая, когда мы говорим о политике. Вы знаете, в Израиле много поколений, начиная с 47-го года, выросли в условиях государства в осаде, и поэтому для них наши с вами рассуждения, они гроша ломного не стоят, потому что они вам ответят всегда, послушайте, ну вы поживите у нас, да, СМ-16 под кроватью, а потом рассуждаете о том, что нам хорошо, а что нам плохо. И этим пользуется правая элита, да, правые политики в Израиле. именно этим. У них почва благодатная, у них Израиль весь военизирован, и для них это ничего странного. Нет, ну смотрите, то есть, есть подход такой, что мы здесь самые умные, мы сами разберемся, тогда почему Израиль постоянно обращается к межуртной поддержке, к тем же США. Если вы такие умные, вы сможете справиться сами, без помощи извне, тогда справляетесь. А если вам нужна помощь извне, тогда все-таки извольте выслушать мнение извне, и как-то его принять во внимание. Ну, скажем так, во-первых, я не помню, когда последний раз Израиль обращался за поддержкой. И к кому он обращался? К США постоянно. Да, к США? Да. Да, американцы сами с поддержкой приходят. Я не помню, чтобы Израиль приходил, стучался в дверь администрации президента Соединенных Штатов и говорил, помогите, пожалуйста. Такого не было, ни разу. Американцы сами приходят к помощи. Израиль как раз известен тем, что он самостоятельно пытается решить свои проблемы, но, конечно, не отказывается от той помощи, которую ему предлагают Соединенные Штаты и его союзники. Абсолютно. Но Израиль всегда сам пытается... Другой вопрос, как он пытается решить? Когда у вас в руках молоток, то вся проблема это гвоздь. Гвоздь, да. У Израиля традиционно в руках молоток. Израиль всегда выходил победителем из всех региональных конфликтов, в которые он вступал или с ним вступали соседи. А сейчас оказалось, что молоток этого Израиля он работает только при столкновении с институциональными армиями, с армиями страновыми. А когда он попал практически в условия партизанской борьбы в рамках сектора газа, молоток это уже не так сильно работает. И это тоже проблема, которую им придется решать. Но сегодня эту проблему не решает никто, потому что Израиль находится в сиюминутном психологическом тренде. Вот у нас война, опять Сарам, мы должны победить. у нас там заложники, которые мы должны освободить. Никто нам не поможет. Почему? Потому что все попытки американцев, европейцев, катерцев освободить заложников закончились ничем. И поэтому только мы можем это решить. Отсюда и операция в Рафахе, отсюда и захват филадельфийского коридора. Потому что они получают подтверждение своим страхам и опасениям. Они зашли в филадельфийский коридор и обнаружили там сразу 20 туннелей, по которым из Египта в Фатах таскают оружие и боеприпасы. Египт сразу закричал «Не, не, не, не мы, у нас там нет, но туннель, он есть туннель. Его либо есть, либо его нет. А там 20 туннелей». Израиль пойдет до победного конца и Недоняху готов нести связанные с этим риски. Он уже их несет. Уже несет, да. Уже вот ордер на его арест. Он уже их несет. Но мы помним, что примерно за полтора года до год до 7 октября Израиль переживал очень серьезный политический кризис. Он был связан с юридической реформой, судебной реформой, которую затеял Недоняху и его министр юстиции. Там стотысячные демонстрации на улице выходили. Представляете, для Израиля стотысячные демонстрации. Это колоссально. Они меня очень впечатлили. вот очень впечатлили. Началась война и все затихли, потому что произошла мобилизация. Ну, как обычно, ничего странного там нет. А сейчас, несмотря на то, что война не закончена, очевидно на волне неосвобождения заложников, не очень ясных результатов военных действий в секторе Газы, большого количества попутных жертв и так далее, внутри Израиля опять растет оппозиционное движение против Недоняху. Опять требуют его отставки, опять требуют положить конец этой политики, которую он ведет и так далее. Поэтому риски-то у него и вовне, и внутри. Я думаю, что для Недоняху как раз риски внутри Израиля намного более серьезны, чем какие-либо риски вовне. Я помню, как Примаков Евгений Максимович покойный говорил про Недоняху. Он не очень любил Недоняху, но он говорил про него, что Недоняху вне всякого сомнения, ярый защитник интересов Израиля. Дальше я не буду продолжать его. Но это характеристика. Такое есть. И для него, конечно, вот такая оппозиция изнутри это очень серьезный удар. Так что риски он несет там. То есть вы хотите сказать, что если он лишится поддержки израильского общего, для него это будет гораздо более серьезный удар, чем арест по ордеру Муса? Абсолютно, конечно. Абсолютно. Вне всякого сомнения. Да плевать он хотел на этот ордер Муса. На самом деле для него прежде всего важен Израиль, интерес Израиля и для него важно, как к нему относится Израиль. Ну тогда вот еще раз, если для него важен Израиль, важны евреи Израиля, тогда что он им предлагает-то? Защиту. Он предлагает защищать себя. Он им говорит конкретно, нас никогда никто не защищал. Все наши 2000 лет. Мы единственные, кто можем себя защитить. Но это не его идея, это идея Бен-Гуриона и Голдемейра. И он просто продолжатель их дела. Так, но Бен-Гурион и Голдемейра, они как раз вели войну за независимость Израиля, так называемую войну за независимость. То есть он хочет какую-то новую войну развязать? Послушайте, ну во-первых, он ведет войну, на них напали, и он ведет войну. Во-вторых, война за независимость Израиля, ну вы меня простите, Израиль только сформировался, это называется война за независимость. А на самом деле это была война за создание государства Израиля. Ну да. Бен-Гурион первые три года не верил, что государство Израиль сохранится. Он об этом писал. Это была война за независимость. То есть он собирался воевать и погибнуть? Ну, наверное. Возможно. Они идейные были, они были романтики. Бен-Гурион, Вейцман, Голдемейер. Это были романтики. То есть воюют одновременно против египетской армии, против Транс-Айордании. Ну, они же на их напали. Победу не верили. Ну, конечно. А что же они там начали-то с чего? У них там одна винтовка шомпальная была. Ну, не шомпальная, конечно, на троих человек. А на них штанги шли. Ну, хорошо. Вот они победили, а Нитоняху как победит? Ну, очевидно, так же, как предшественники. Совместными усилиями народа Израиля. Какой еще ответ вы хотите от меня выслышать? Понятия не имею, как Нитоняху победит. Ну, вот вы подсказали пяти минутами раньше, что молоток, который есть у Израиля, это Цахал, безусловно, да, это очень эффективный молоток. И он эффективен против армии. Армии. В конвенциональной войне они никогда не воевали партизанской войной. У них не было такого опыта. Понимаете? Вот сейчас они берут штурму Амрафахму. Они, скорее всего, возьмутся. Ахал возьмет штурму Амрафахму. Да, они уже взяли его. Взяли, да. Дальше, собственно говоря, он войска там оставит навсегда надолго, выведет войска. Судя по всему, Израиль не собирается войска там оставлять надолго. По крайней мере, официально заявленная цель это уничтожение военной структуры Хамас. И после этого они собираются оттуда выходить. Они даже начали частичный вывод войск месяц назад или полтора. Потом опять. Хорошо. Инфраструктура Хамаса это подземные коридоры и сами боевики. Прежде всего, конечно, живая сила, боевики. И потом уничтожение всех уничтожить. Там в долбу не написано у человека, Хамас авиационный или нет. Я знаю. Они там давно, у них есть свои способы. А потом, имейте в виду, что у Израиля на территории сектора газа очень много осведомителей. Это было всегда. Есть специальные подразделения, которые занимаются. В этой связи, конечно, возникает большой вопрос, как же они умудрились прохлопать 7 октября. Да. Это еще впереди. Это разбирательство еще будет. Может быть, третья сила это сам Биби, которому нужно было... Я думаю, там дым коромысла пойдет. Да нет. Это третья сила. Это конспирологическая теория. Биби устроил для того, чтобы себя обезопасить от уголовного преследования. Ну, такая теория высказывалась с самого начала и высказывается до сих пор. Ну, я думал на эту тему, но думаю, нет. Я не думаю, что Нетаньяху грозило бы что-нибудь, например, какое-нибудь тюремное заключение. Нетаньяху слишком сильный политик. Это раз. Во-вторых, я уже начал с этого. Он младший брат национального героя. Ну, послушайте, Израиль, он такой же как бы междусобойщик, как все остальные. Там ничего такого не произойдет. А расскажите здесь подробнее. Он герой брата, который погиб где? Что это за история? Потому что люди забыли об этой истории. Ну, люди, наверное, помнят захват самолета Иль-Ал кстати, палестинцами, тем самым, которые государство хотят построить. Был Народный фронт освобождения Палестины, Джордж Хабаш. Они захватили самолет и отправили его в Интебе. В порту Интебе заложников они держали и их освобождал спецназ Израиля. Это интересная история. Про эту историю художественный фильм снят. Всем рекомендую посмотреть. И во время этой операции была одна жертва. У израильян погиб. Старший брат Нетаньяху. Он, конечно, герой Израиля. Это было в 76-м году. Сам Нетаньяху тоже нехилый. Они в 72-м еще за 4 года до этого как раз самолет Сабены вместе с Ягудом Бараком они освобождали заложников. Другим премьер-министром, да? Ну, конечно. Два премьер-министра участвовали тогда. Два будущих премьер-министра участвовали в освобождении. В Израиле это медаль на всю жизнь. Ну, то есть если человек воевал, проливал кровь, рисковал жизнью, то он имеет право принимать на себя какие-то очень рисковые решения. Ну, во-первых, вся жизнь, политика в Израиле это рисковое решение, но, может быть, за исключением одного только Нафтали Беннета, который ничего рискового не принимал за тот короткий срок, когда был премьер-министром. В общем-то, Израиль вообще страна риска высокого для любого политика. Просто даже по одной простой причине, что они находятся всегда находились во враждебном окружении, и они это понимали прекрасно. Ну, сейчас немного, может быть, меняется, но, видите, Хамас не дал израильтянам забыть о том, что на окружении это очень враждебно в какой-то степени. Политикам, которые показали себя героически на фронте во время боевых действий, особенно таких непростых, как освобождение заложников, им многое прощается в Израиле, потому что, как-то любим мы своих героев. Вы несколько раз оговаривали, что все, что вы говорите, это ваше личное мнение. От себя добавлю это мнение все-таки эксперта, который посвятил не один год жизни изучению этой проблематики. Ну вот, на ваш личный взгляд, в историю Нитоняху войдет как преступник или как герой? В чью историю? Надо всегда говорить в чью историю. История разная. В израильскую историю. В израильскую историю он войдет на одном уровне с Бен-Гурионом и Голдемейером. Это будет, Израиль будет Нитоняху помнить как одного из величайших политиков Израиля. Потому что он ДВВ увеличил в два раза или почему? По совокупности по совокупности сделанного. Нитоняху очень много критикуют. Я сам его очень много критикую за массу ошибок, которые он совершил. Но я всегда помню, что ошибки не совершает ошибки тот, кто ничего не делает. Особенно в такой сложной ситуации, в которой находится Израиль. Конечно, самой большой ошибкой Нитоняху было его отношение к сектору Газа и к Хамасу. Нитоняху много лет считал, я думаю, искренне, что если Израиль будет финансировать Хамас, если он будет снабжать его всякими хорошестями типа продовольствия воды, ведь 90% воды Израиль предоставлял сектору Газа, то Хамас никогда не будет враждовать с Израилем, потому что у него другие задачи, он там занимается экономикой. Это была ошибка, конечно, в которой он убедился сам теперь. Но у него было направлено все основное внимание, и он направлялся основное внимание правительства в сторону западного берега и вообще с севера, там Хазбалла Ливанская, считалось, что это основная угроза оттуда. Это, конечно, было ошибкой, но кто бы ее ни совершил, называется, пусть тот бросит камень в него, и мы посмотрим, кто прав. Слушайте, получается, вот вы, заканчивая нашу передачу, сразу подняли новые темы. Это Хазбалла, это западный берег реки Ордан, но пожалеем наших зрителей. На этом пока поставим запятую. Большое вам спасибо. Вы, как всегда, для меня рассказали массу много нового и интересного. Да, может быть, я невежественен, но есть возможность приглашать вас в студию и закрывать лакуны своих знаний. Дорогие зрители, если вам понравилась эта передача, то не стесняйтесь ставить лайки, репосты и комментировать эту передачу. Поверьте, мы все смотрим и даже пытаемся вам отвечать. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова